Привет! Ты на канале о бизнесе. Речь сегодня пойдёт о бизнесе, который ты сможешь с лёгкостью организовать в домашних условиях. Ряд представленных видео идей ты сможешь запустить с минимальными вложениями, а на некоторые придётся потратиться, но окупаемость будет довольно быстрой. А поэтому смотри видео до конца, чтобы реализовать одну из идей и вести бизнес прямо из дома. И давай перейдём к первой из идей. Видео-поздравления. Чтобы начать бизнес из дома, достаточно будет научиться создавать красочные видео-поздравлений для детей. Такая идея бизнеса проста в реализации, и чтобы начать её воплощать в жизнь, достаточно иметь фантазию и реквизит в виде костюмов и элементов декорации помещения. Также поздравления особенно популярны среди клиентов в преддверии праздников, вроде Нового года. Кстати, за новогодние праздники вполне можно заработать на поздравлениях свыше 100 тысяч рублей, поздравляя детей от имени Деда Мороза или сказочного персонажа. Для старта в бизнесе тебе нужна хорошая камера со стабилизацией и свой профиль в социальных сетях для привлечения клиентов и получения заказов. В итоге запустить бизнес можно за 30 тысяч рублей и окупить в первый же месяц, если он выпадет на праздничные дни. Создание одностраничных порталов Многий бизнес до сих пор не имеет собственного интернет-ресурса, что пагубно сказывается на его продажах. А также ежедневно открываются сотни и тысячи компаний, которым необходим простой одностраничный сайт для привлечения целевой аудитории из поисковых сетей. Для тебя же такой вариант бизнеса по созданию простых одностраничных сайтов станет прибыльным делом, не требующим огромных познаний в программировании, и создать действительно качественный лендинг можно за один день. Для этого тебе нужно лишь научиться работать с сайтостроением на различных платформах вроде WordPress, где интернет-порталы создаются за счет видоизменения готовых блоков под необходимый стиль. Как только ты освоишь этот навык, то сможешь начать рассылать коммерческие предложения по всем компаниям твоего города, либо лично посещая их. За один сайт ты сможешь получить около 5000 рублей, а на его создание уйдет около 2-3 дней неспешной работы. Далее нанимай работника, а сам лишь контролируй процесс. Производство свадебных приглашений Открытие своего мини-производства на дому будет незатратной, но прибыльной идеей бизнеса, основанной на изготовлении уникальных приглашений на свадьбу. Тут ты можешь включить фантазию и предлагать клиентам действительно уникальные варианты в виде глиняных табличек, бересты, мини-презентов и многого другого. Создав несколько вариантов поздравлений, загружай их в инстаграм-профиль, чтобы привлечь клиентов как в своем городе, так и со всей страны. Так как свадьба весьма значимое событие, а поэтому молодожены готовы платить за то, чтобы их торжество было по-настоящему уникальным. Ты же с этого заработаешь действительно хорошие деньги, и как только приобретешь огласку, сможешь нанять работника и увеличить объемы производства и получаемые деньги. Выращивание грибов Вырастить шампиньоны на дому довольно просто, и доступно это даже в гаражных условиях. Тебе для организации бизнеса необходимо оборудовать помещение, в котором будет поддерживаться необходимая температура и влажность, после чего оборудовать стены полками со стеллажами и расположить на них боксы со специально подготовленным грунтом. Ты можешь выращивать как шампиньоны в коробках, так и в мешках с грунтом вешенки. Оба этих вида грибов легко реализовать на рынке, продавцам или же в местные магазинчики. Бизнес в небольших масштабах не принесет огромной прибыли, но станет хорошим источником дополнительного дохода. И еще. Внизу под видео ты можешь написать комментарий по теме ролика, и интересный попадет в следующее видео. Пиши, после чего переходим к следующей идее. Заработать на собственном блоге может абсолютно каждый, и сделать это возможно с минимальными вложениями денег, но в таком случае потребуется вкладывать время и усилия. Заработков с блога достаточно много, и это прямые обращения рекламодателей, партнерские программы, встроенная реклама и многое другое. Основным источником дохода, конечно же, являются прямые рекламодатели, и чтобы их было больше и стоимость рекламы была выше, тебе следует ввести блог на узконаправленную тему, например, автомобили, рыбалка и так далее. Чтобы рекламодатель знал, что на твоем блоге для него сконцентрирована конкретная целевая аудитория. Ты же сможешь выбрать интересующую тебя тему, и при постоянной работе в течение года сможешь начать зарабатывать на своем блоге из дома. Натуральный корм для животных. Ты можешь на дому открыть бизнес по приготовлению еды для собак, например, 5-килограммовый куль с сахарными косточками или вяленым мясом, которые ты приобретешь на рынке, и стоимость их будет невысока. Затем в домашних условиях тебе потребуется приготовить угощение для животных, после чего упаковать его и отправить покупателю. Клиентами могут быть как хозяева четвероногих в твоем городе, так и жители области и всей страны, которых ты можешь привлекать через свой сайт или профили в социальных сетях. Преимущество бизнеса еще в том, что он не требует больших вложений на старте, и начать может абсолютно каждый. Создание подарочных наборов. Сейчас мы говорим не о создании коробок со стандартными подарками, например, для ребенка в виде набора обычных конфет. Суть данной бизнес-идеи будет в том, что ты создашь подарочные наборы для конкретного типа людей, и внутри таких наборов находятся действительно ценные и редкие вещи. То есть такие вещи будет крайне сложно найти просто так в магазине, а потому подобные подарки станут пользоваться вниманием у потенциальных клиентов. Для старта тебе необходимо будет закупить подарочные коробки и собрать несколько уникальных наборов, содержание которых ты покажешь на своей странице в инстаграме, и содержание таких коробок должно впечатлить потенциального клиента, чтобы он заказал подобный набор у тебя. Ты можешь как продавать готовые наборы, например, для водителей, для строителей и так далее, так и принимать уникальные заказы на составление подарка для художника, писателя, полицейского и так далее. Работа творческая, и тебе нужно на старте запастись небольшой суммой в 30-40 тысяч рублей. Авторские украшения. Если ты умеешь создавать из дерева, металла или иных материалов украшения в виде ожерелья и колец медальонов, то ты сможешь на дому построить отличную бизнес-модель, которая будет ориентирована на создание трендовых украшений, спрос на которые зачастую превышает предложение. Идея заключается в том, что ты на пике популярности какого-либо попсового продукта, например, сериала, фильма, видео или даже картинки, создаёшь тематическое украшение, которое продаёшь через свой сайт и группы в социальных сетях. Спрос на такую продукцию чаще всего очень высок, так что ты сможешь продать всё, что создашь. Нужно лишь настроить таргетированную рекламу, и в последующем можно открыть свою полноценную мастерскую. Производство свечей. Такой вариант бизнеса подойдёт практически для всех, так как изготовление свечей ручной работы – это довольно просто и незатратно на этапах становления бизнеса. Тебе потребуется лишь определиться, какого формата свечи ты будешь изготавливать. Это могут быть свечи для праздничных мероприятий, на торты. Могут быть большие декоративные свечи или тематические для различных представлений или обрядов. Выбор довольно большой, и стоит ориентироваться на те свечи, которые ты сможешь реализовать проще всего, и зачастую ими являются свечи для тортов в виде цифр. Их ты можешь реализовать даже в своём городе, начав сотрудничество с частными кондитерскими компаниями и тематическими магазинами. Когда прочувствуешь бизнес, то можно поставить производство свечей на поток, открыв мини-цех и закупив оборудование. Наборы специй. Сотни лет назад специи ценились подобно драгоценному металлу, и хоть сейчас они доступны для приобретения всем, найти в обычном магазине качественные специи очень сложно, и те, кто разбирается в специях, знают это. И именно на поставке качественного продукта, а точнее создание своих наборов, ты сможешь построить интересный бизнес. Для начала необходимо найти поставщика специй напрямую из стороны производителя без распасовки, далее позаботиться о создании собственной упаковки, в роли которой может выступить бумажный кулек из плотной бумаги с нанесением на поверхность логотипа твоего бизнеса. Теперь можно заниматься тем, что комбинировать специи для мяса, рыбы и так далее, и продавать через Инстаграм по всей стране, введя интересный профиль. Необычные пельмени. Пельменный бизнес занят большим количеством крупных производителей, но и в домашних условиях ты сможешь начать производить, а главное реализовать пельмени. Конечно, тебе следует предоставлять непростой полуфабрикат, а позаботиться о том, чтобы привлечь клиента. Сделать это возможно благодаря созданию наборов пельменей с разной начинкой в одной упаковке. Например, упаковка с начинкой из мяса, картофеля и сладкого перца, в другой же будут пельмени с рыбой, сыром и так далее. Вариантов приготовления масса, и тебе нужно лишь проявить кулинарную фантазию. Реализовать же данные наборы можно в местные магазины, кафе и столовые. Наладить путь избыта можно и через сайт по городу, и продажу через социальные сети, но тут лучше ориентироваться на доставку готовых пельменей на дом. Создание игрушек для домашних питомцев. Речь идёт не о банальной палочке с привязанной к ней на нитку куском ткани для игры с котом, а о создании качественных игрушек, которые позволят решить проблему хозяина с гиперактивными животными. Ещё отличным вариантом, который будет пользоваться у владельцев животных, выступит создание роботизированных игрушек, которые будут занимать питомца в то время, пока хозяин не вернётся с работы. Вариаций достаточно много, и чтобы реализовать готовые игрушки, можно завести профиль в социальных сетях и предлагать свою продукцию через настройку рекламы под целевого покупателя. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!